Что будет, если приготовить семена льна для похудения и очищения кишечника неправильно? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, что будет, если приготовить семена льна для похудения неправильно. В принципе, для того, чтобы снизить вес, либо похудеть, грубо говоря, нужно меньше жрать и меньше спать. А если культурно, то нужно ограничить калорийность вашего рациона и увеличить уровень двигательной активности. А если вы будете делать одновременно и то и другое, то снижение веса будет происходить более надежно. Но! В какой степени влияет семена льна на эти процессы? Они влияют на оба процесса. И увеличивают уровень двигательной активности. И можно с их помощью снизить калорийность рациона. Но! Если вы используете правильно! Есть много способов использования семян льна. И сегодня я расскажу, пожалуй, о самом вредном способе. Которым ни в коем случае не стоит пользоваться. Хотя он очень простой. И этот способ состоит в том, что берут семена льна. Измельчают их любым приемлемым способом до того состояния, какое хотят. И принимают либо в сухом виде, либо с едой. Например, самый простой с кефиром, с йогуртом, с простогважей. Но! Те, кто хотят узнать больше, смотрят это видео дальше. Те, кому достаточно этой информации, ну что? Вы просто будете знать, что семена льна так использовать не стоит. А в одном из следующих видео я расскажу, как правильно приготовить семена льна для похудения. Очищение кишечника. И как одновременно можно вылечить гастрит, гастрододенид. Даже язвенную болезнь желудка, либо двенадцатиперстной кишки. Ну а тех, кто хотят узнать сегодня больше, смотрите видео дальше. Что будет, если приготовить семена льна для похудения методом измельчения? Самый полезный компонент семян льна, это масло семян льна. В данном случае будет для вас самым вредным. Масло не даст измельчить вам семена льна в должной мере. На это мало кто обращает внимание. Я же вам скажу, если вы хотите принимать семена льна, измельченные как средство для похудения, хотя бы измельчайте правильно. Иными словами, после измельчения вы берете массу, протираете между пальчиками. И если ощущение у вас так, как будто бы вы между пальцами протираете сметану, вы измельчили правильно. Механического раздражения слизистой желудка не будет. И атрофический гастрит от этой причины у вас в перспективе не проявится. Тем более, что принимая семена льна, у вас желудок практически не болит. Это благодаря цианогенному гликозиду линемарину, который обладает такими свойствами, блокирует воспалительный процесс. И гастрит есть, но боли нет. Если эта масса перемещается в кишечник, вот там события происходят практически одинаково. Вне зависимости от того, как вы измельчали семена льна. В кишечнике и, собственно, полезные вещества семян льна будут использоваться патогенной микрофлорой. И часть пищи, которая попала в организм в непосредственной близости с приемом семян льна, также будет подвергаться там брожению, либо гниению. Сдутие живота, урчание — это использование ваших калорий патогенной микрофлорой. Вы снижаете вес, а патогенная микрофлора сокращает вам продолжительность жизни. Вместо полезных веществ в организм в кровь попадают продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. И минус 30% жизни с этого периода времени вы теряете. Но! Скептики скажут, а пойди докажи, почему сократилась продолжительность жизни? Согласен! Тут доказать сложно. Нужно проводить двойные, слепые, рандомизированные исследования. И доказывать нам! То, что не требует доказательств, совершенно иное. В зависимости от степени вздутия живота ограничивается подвижность диафрагмы. И чем более активное вздутие живота у вас присутствует, тем больше риск для вашей жизни уже здесь и сейчас. Диафрагма — это венозное сердце, которое своим сокращением должно сжать брюшную полость. И не только впустить воздух в грудную полость, но и венозная кровь при этом возвращается из брюшной полости в грудную. И доступно для кровообращения сердцу. Чем больше давление в брюшной полости, тем сложнее диафрагме сократиться, тем тяжелее вам дышать, а вашему сердцу работать. Здесь острая сердечная недостаточность может развиться у любого и каждого. Тут зависит уже от многих других обстоятельств. А вздутие живота, метеоризм, интоксикация увеличивают вязкость крови. И дополнительная наруска на сердечную мышцу. И вот здесь уже угроза для вашей жизни просто здесь и сейчас. Если вы хотите еще в этих условиях увеличить уровень физической активности, то угроза для вашей жизни возрастает в еще большем мире. Поэтому хотите вы использовать измельченные семена льна, либо не хотите. Это ваш выбор. Конечно, проще проглотить семена льна не измельченные просто в таком виде, в нативном виде. Многие рекомендуют смешивать с кефиром, с пастоквашей, с йогуртом. Да, проглотить так легче. Но опасность для вашей жизни от этого никоим образом не меняется. И она присутствует как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Но в компании семена льна и кефир я бы отдал предпочтение кефиру. Кефирная диета для похудения известна. Она достаточно результативна. Ей не хватает углеводов. И на моем канале вы можете найти видео. Кефирно-борщевая диета для похудения. Которая позволяет не просто снизить вес, создать условия для восстановления обмена веществ и вылечить ожирение. Поэтому, если вы хотите снизить вес, или вы хотите вылечить ожирение, это две большие разницы. Просто сбить вес можно. Семена льна в этом плане помогают. Особенно помогают тем, кто впервые использовал семена льна. Усиливается перистальтика кишечника. Именно об этом уровне двигательной активности я и говорил в начале видео. Да, вы теряете несколько больше энергии за счет того, что кишечник работает более активно. Вы даже можете какие-то каловые завалы из него удалить. И это действительно снижение веса. Причем уменьшение опасности для вашего здоровья. Но, пожалуй, на этом полезные свойства и заканчиваются. Да, так лошадям освобождают кишечник перед забегом, чтобы ей бежать было легче. Но синильная кислота свое дело делает. И продолжительность жизни сокращает. Создавая угрозы как сейчас, так и в отдаленной перспективе. Поэтому, хотите вы использовать семена льна для похудения? Да, можно их использовать, но несколько по-иному. Нужно приложить несколько больше усилий, чтобы правильно приготовить семена льна для похудения. Безопасного для вас! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами «Крепком здоровье!» И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко»!